Всем привет! Это новости Турции. И кто впервые открыл такое видео, я вам сразу говорю о том, что я по отборку новостей озвучиваю просто на русском языке, перевожу для вас то, что происходит в Турции, и на самом деле беспокоят всех настоящих жителей. Как люди на что-то реагируют, как себя ведут, какие именно настроения, размышления есть у людей, у граждан страны. Вот такого громкого, но уже не супер свежая новость. Я думаю, вы в курсе, как это все разрешилось. Было арестовано судно, вывозившее зерно из Украины. Помните всю эту историю, да, когда Турция договаривалась с двумя сторонами, была посредником этих переговоров между Россией и Украиной, потом на перегол турецком уже черноморском задержали, арестовали это судно, ему несколько дней не давали проходить. Но в итоге судно прошло. Переговоры были тем, что там министр Турции полетел в Киев, он был в Украине на брифинге, если так можно назвать, на встрече, где они обсуждали, и в общем, в итоге Украина дала добро, Турция приняла, и, короче говоря, этот корабль все-таки прошел. Но темы я про людей, которые здесь живут, очень обсуждала, всем было интересно. Про войну сразу скажу, что уже не то, чтобы с ней свыклись и привыкли, они стали забывать, потому что мы ко всему адаптируемся, и это нормальное свойство человеческой психики, чтобы, условно, не сойти с ума, да. Меньше, конечно, интересуются, людям также все равно сострадают, настроения в этом плане не изменились, конечно, но информации именно в телевизоре гораздо меньше на эту тему, больше внутренней политики в своей стране, тем более, что все горячо к выборам еще целый год, а тут уже все очень кипит активно, то есть люди больше интересуются своей внутренней политикой в своей стране. Но когда был взрыв в Краматорске, это тоже весь день транслировалось, обсуждалось в торговом центре того, и это, знаете, опять очередная волна была вот этих новостей, тогда опять вот эта ситуация Украины-России, она была в новостях повестки дня. Но через несколько дней потом вот это судно, а потом все потихонечку опять съезжает на тему внутреннюю политическую, что в стране происходит. Итак, к следующим новостям, в Турции подняли МРОД, это минимальная оплата, труда, оплату, да, теперь это составляет 5500 лир, поднимали в ноябре, когда у нас экономический скачок произошел, инфляция начала расти, я сейчас не вспомню, честно говоря, сколько тогда было, ну там в районе 4 тысяч лир, сейчас 5500, стоимость продуктов какая, да, света, газа и всего прочего, Эти 5500 просто в трубу, знаете, на 5500 уже не проживешь здесь. 5500 это где? 330 долларов, 320 евро, вот так, чтобы вы понимали, какие-то 18 тысяч там 500 рублей где-то. Курс, короче говоря, лиры, доллары, все здесь у нас скачет, ну, в общем, короче говоря, за ним не угнаться, за курсом валюты здесь. Ну, как бы, знаете, вот эта информация про МРОД повышение, она вот так среди людей пролетела, типа, а, подняли, окей, но мы уже давно на эти деньги не живем, это уже в крупном, я имею в виду, городе Стамбул, там Анкара, в Анталии тоже жилье очень дорогое, в Анталии даже жилье дороже, чем в Стамбуле аренда и продажа, что курортная сейчас сезон. Ну, короче говоря, на 5500 уже давно не проживешь, и все вот этот вот пук, знаете, ну, все пролетело в трубу, никто внимания не заострил, не порадовался, это точно. Когда говорят мне, ой, да у вас все то же самое в Турции, как в России, политика, правление и так далее, да, похоже, я не спорю, процессы одинаковые, но работают они немножко по-другому, эффект от них другой получается, потому что я напомню, что здесь еще жива оппозиция демократическая, общество, потому что страна разделена четко на 50 и 50, да. И менталитет, просто другое воспитание, менталитет другого людей, они быстрые, взрывающиеся, эмоциональные, и ими управлять надо по-другому, другой подход нужен. Так вот, буквально во дворе моего дома, если так можно сказать, на районе, где я живу, на этом жилмассиве, были выходной протесты, люди вышли с плакатами, человек 50, просто соседи, они протестовали против повышения Айдата, вообще, в принципе, его стоимости. Айдата – это ежемесячный платеж, коммунальный ЖКХ на общий ремонт дома, садовник, поливалки всякие, у кого это есть бассейн, уход за бассейном, смена воды и так далее. В общем, вот этот внешний во дворе твой уход, убранство, то есть, по сути, дворники, коммунальный уход, вот это все-все-все, и охрана туда ходит, у кого это СТ, например. Так вот, у нас такой тип дома, да. И, кстати, электричество, вода, это все отдельно оплачивается. И люди протестовали, покричали, сняли сюжет по телеку в новостях, они разошлись спокойно, ну и как бы ничего не изменилось, да. Но людям далее, скажем так, дают здесь выпустить пары, что-то там принимается к сведению. В общем, недовольство они есть. Самая острая здесь тема, когда ты просто, я вот еду с таксистом, обсуждаем, но это уже не война, а тема стоимости именно бензина. Потому что от него зависит стоимость всего вокруг продуктов, доставки, всего-всего-всего прочего. То есть, тема стоимости бензина, она самая острая, самая всегда везде обсуждаемая. Из-за разряда можно сесть к таксисту, например, сказать, ну все, почему сегодня бензин, да, вы заправлялись, он такой, сейчас расскажу, и началось. Но вот это состояние общества, оно, конечно же, нам сводит, знаете, ощущение напряженности в воздухе, что просто зажги спичку и полыхнет конкретно. То есть, некое недовольство, оно уже перерастает в напряжение, где-то больше агрессии, конечно, от людей, люди не очень довольны своей жизни. Я приглашаю на мой новый марафон, который начнется 20 июля. Это будет 4 прямых эфира, 4 недели подряд мы будем с вами встречаться по средам в 19.00 по московскому времени в закрытом аккаунте в Инстаграм. Спасибо особенно тем, кто проходит все мои марафоны, мне очень приятно, вашего постоянства. Жду вас снова. Темы, которые я хочу затронуть в этом марафоне, я хочу больше времени уделить разбору ваших любых ситуаций, не конкретно по тематике. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. И, по сути, за стоимость недорогой консультации психолога-часовой вы получаете 4 консультации, 4 прямых эфира, и еще и группы чат-общения с единомышленниками, которые тоже заинтересованы в решении своих проблем. Доступ к этим эфирам у вас всегда остается в вашем аккаунте навсегда. Вернуться к просматриванию, обновить информацию, что для себя новое узнать, пересмотрев это все, или когда у вас настанет время. Вы можете просто сейчас это оплатить, а поучаствовать, посмотреть эти видео, воспользоваться информацией гораздо позже. Так как я хочу сфокусироваться на индивидуальных ваших историях, запросах, вопросах ко мне, чтобы мы группой все это обсуждали, я консультировала вас. Но немножко общей информации, какой-то темы, лейтмотивы этого эфира всегда будет. Это обязательно тема личных границ. Я ничего не должен для других. Как начать людям отказывать? И при этом не чувствовать вину за собой. Помощь и спасение. А я должен жить для себя в свое удовольствие. И как при этом еще без ущерба для себя помогать другим людям, но не спасать их. Что такое полюбить себя? Все об этом говорят. Но никто не говорит, что конкретно для этого нужно делать. И мы с вами разберем конкретные действия. Ну и последний эфир у нас, конечно же, будет о теме родительско-детских отношений родителей и дети. То есть о ваших взаимоотношениях с вашими родителями или с вашими детьми. Если вы решили все-таки, заинтересовались поучаствовать в марафоне, хотите отвлечься от того, что вокруг вас происходит, все очень просто. Стоимость марафона, участие в нем 2000 рублей. Для тех, кто живет за границей, это 35 евро. Напишите мне на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Хочу в марафон. И я вам вышлю в список вариантов оплаты марафона. Хочу напомнить, что стартуем мы 20 июля в 19.00. Это среда. Всех вас жду. Давайте соберем классную большую компанию. Проведем прекрасное время. Заодно разберемся со своими проблемами и научимся жить по-другому. Я вам помню, я рассказывала когда-то про молоко. Ну ладно, скажу. Пынар-денге я покупаю. Лактоз-сус в тетропаке долгого хранения молоко безлактозное. Оно было 20 лир с чем-то там. 20-50 я вам говорила в видео. И прикиньте, цена обратно откатилась. 17.50 стало. 3 лиры как бы. Ну там, не знаю, наверное, 10 рублей. Ну блин. Очень-таки такое может быть. Я к своим глазам не поверю, что цена обратно откатываться мог. Ну так вообще не совсем очень. Ну короче говоря, в основном цены только растут. Так вот, в многих магазинах одежда какую-то, они поднимают цены. И все. Любое вообще поднятие цен. Вы понимаете, какая экономическая ситуация. Видите, что в стране происходит. То есть всегда все скидывают на это. Хотя порой иногда действительно продавцы, некоторые завышают цены, не очень оправданно. Или, скажем так, они завышают перед тем, как еще доллар скаканул, да. Доллар не сильно изменился в цене, а что-то там в цене, как-то продукты, товары или там услуги раз-таки и выше стоят. То есть людей больше вот этих стычек, разговоров про цены с торгашами, с продавцами, кто оказывает услуги. То есть люди, а торги еще любят поторговаться. У них вообще это в крови, у них это принято. И торги, знаете, такие сейчас происходят напряженные. Все, короче, недовольны. Довольны, кто-то продает, и, короче, это вот постоянно вот эта вот дискуссия в воздухе витает. Это тема вот самая топ-тема для общения цены, что как поднялось, упало и так далее. Потом только политика идет. Хочу отметить, что в Турции заблокировали уже недели две, наверное, неделю точно, издание немецкие Deutsche Welle. Они не подали, вообще почему заблокировали? Потому что они не подали на рецензию здесь в стране, ну, типа, ля назовем аккредитации. Раньше они тоже здесь вещали. В России их тоже заблокировали пару месяцев назад, да. Инагентами вроде даже назвали. Ну, здесь им не дали вот эту лицензию, они не обращались за продлением. Но вообще официально о том, что они еще сами для себя решили не подавать на эту аккредитацию, потому что по аккредитации Анкара может удалять, просить удалять видео, ролики, материалы журналистские и так далее. То есть это определенная цензура. И если ты берешь эту аккредитацию, то ты должен выполнять эти условия. И так как это может быть, они хотят оставаться независимыми в СМИ, они не брали эту аккредитацию. И по факту сейчас здесь они, да, не официально, скажем так. То 7 июля Израиль и Турция подписали закон, условия новые возобновляют свои отношения, мирятся назовем так, да, потому что он всегда тот, от любви до ненести один шаг, о том, что авиакомпании, самолеты Израиля могут приземляться в Турции, в аэропортах их будут принимать. То есть вот это возобновляется, авиасообщение между двумя этими странами. Довольно-таки долгий промежуток времени этого авиасообщения прямого не было. Так что кто из Израиля, кто лечится и летит в Турцию, мне тоже об этом писали. Знаете, сейчас будут прямые полеты, лететь очень близко, удобно, короче говоря, все это возобновляется. Ну и с последнего социального, про вот эту атмосферу в воздухе, нагнетающуюся, да, острую. 8-7 июля были протесты в стране врачей и медиков. Ну я бы не звала протесты, это забастовка, можно назвать. Они на работе брали там время какое-то, когда не принимали клиентов, останавливались работы в госпитале. По всей стране абсолютно. Вот в чем разница, понимаете, менталитета. Они идут один заодно, скажем так, да. Они не каждый, моя хата с краю, ничего не знаю. Если уж типа условно, скажем, протестуем или забастуем, то мы все вместе. Вот все врачи в стране 8-7 июля, они останавливали работу. Ну по согласованию там условно час вроде бы было. Они выходили в холл больниц своих, где они работают, заведений. Скандировали лозунги и хлопали в ладоши аплодисменты, ну привлекая звуками внимания и так далее. Почему это произошло? И почему такие забастовки начались? То есть условно, ну медицинская работа стопорнулась. Во всей стране парализовалась на 2 дня там в каждой больнице там по какое-то время там условно на 1 час назад. Проблема вообще, естественно, где социально идет, но вот эти вот забастовки, почему люди выходили, потому что они хотят перемены другой жизни, это все равно сводится у нас к политике в стране и к правящей партии, что здесь сейчас происходит. В городе Конья, я сейчас честно скажу, уже забыла фамилию этого мужчины. Короче говоря, несколько дней назад в городе Конья на кардиолога, на приеме он был в больнице государственной, он работал в Девлет-Хастане. На него напал мужчина с пистолетом, выстрелил и его убил. После чего он покончил жизнь с собой, убийца этого мужчины. Что произошло? То есть когда-то, месяц назад, этот доктор, кардиолог оперировал то ли жену, то ли маму этого нападающего. И она после выписки из больницы умерла в итоге. И вот он месяц условно готовил, скорбил и все прочее нападение, пришел и свел, скажем так, счеты с этим врачом, наказал, как он считает, виновного в смерти его родственника. Ну, казалось бы, да, очень часто вообще в Турции бывают нападения на врачей, чтобы вы знали, потому что в Турции есть, ну, знаете, я вот со стороны могу сказать, здесь очень много хороших, классных врачей и очень много врачей-пофигистов, я бы называла, да, когда они просто тупо по протоколу лечат, неискренне как-то там, не заинтересованы, на, знаете, на отвали, короче, обслуживают и в частных клиниках, и в государственных абсолютно одинаково. Бывают хорошие врачи там и там, бывают вообще вот, ну, такие. И вот на таких я очень часто нарываюсь тоже, у меня это вообще, в принципе, проблема найти хорошего стоящего врача. Ну, здесь есть очень душевные люди, неиспорченные, скажем так, да, совестные, которые очень хорошо лечат. И вот такие контакты из рук в руки очень передаются, скажем так, хорошо, да, очень важно знать по знакомству, к таким врачам, назовем так, по знакомству, ходят. Почему люди выходили доктора в протест? Потому что нападают на врачей во время приема, очень часто дерутся. Они, знаете, как я говорю, эмоционально вспыльчивые, сразу в драку, не контролируют свои эмоции. Нападение от родственников пациентов или когда пациенты считают, что доктор виноват в смерти, например, или в чем-то плохо лечил пациента, может быть. Но, понимаете, врачи-то про что говорят, я тоже с ним согласна. Мы не боги, мы не можем всех спасти из-за болевания, которые нельзя вылечить. Есть какие-то ситуации такие, когда врач не может ничего сделать. Но здесь вот я тоже об этом раньше говорила, отношение к врачам такое, да, медик это просто бог. По телевизору втирают, что надо есть, например, грецкий орех, потому что он похож на мозг в форме своей, значит будешь умным. Понимаете, какой уровень? То есть врача слишком идеализируют и обожествляют, я бы сказала. Но это очень большая ответственность, которая, ну, это человеческий фактор существует. Мы не всевластные, а просто врачи-люди, да. Короче, люди не очень понимают, вот это еще не в горе, и характер эмоции, вот эта горячая кровь. Короче, вот такие инциденты, очень частое нападение на врачей на приеме бывает, или после, короче, сведения счетов. Стреляют, убивают, или просто дерутся, или громят больницу, там что-то, типа, условно, кулаком там в стену, и все прочая история. Это часто бывает. Так вот, почему медики вышли в вот эту запастовку? Потому что их слоган был, что они скандировали. О том, что в больнице в той, почему это вяжется с политикой, в той больнице не было должной охраны на входе. То есть, это государственная больница, не частная, в частных с этим все попроще, там охрану нанимают. В государственной больнице не было охраны врача от, ну, вот человек пришел с оружием, его просто застрелил у него в кабинете. Претензия к властям, что на этом экономят, или об этом не думают, что люди спросают людей. То есть, защита вот этих своих прав, профессий, работы, они хотят защиты во время исполнения своей служебной обязанности. Вот на русском языке правильно это вот так звучало. Вот за это они выходили вот в эти протесты. Но это не прям протесты, это забастовка все-таки называется, они бастовали. Вот такие новости. Так что методы, то, что я вижу, инструменты, вы сами в комментариях это отмечаете, они очень похожи в наших двух стран. Но работают они по-другому, и они более в Турции лайтовые, потому что характер, менталитет другой. Да, люди что-то терпят, но у них очень легко может переклинуть, они не такие терпеливые, и они очень сразу... Знаете, у них нет вот этого промежуточного момента от терпения до агрессии. Этот скачок происходит импульсивно, очень быстро, потому что очень многое сдерживает, подавляет. Я вам раньше это все в видео рассказывала. И поэтому такие меры, какие-то жесткие, закрывать слишком рты, гасить что-то и все прочее, они здесь не работают так уж. Собственно, они здесь очень должны быть лайтово, потихоньку, с привыканием. Ну, в общем, окей, это мои уже размышления, не об этом. Спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Если вам нравятся такие видео, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, они очень помогают мне. И жду вас всех на своем марафоне. Информация в инфобоксе, в моей почте, пишите туда. Спасибо всем.